всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и девочки я снова зашла в свой любимый магазин на самом деле в этой покупке виноват мой муж потому что я как-то была в магазине и увидела в общем это украшение я увидела как примеряет рука и девушка и мне безумно она понравилась мне безумно понравилось как она смотрится вот и я все ходила смотрела в приложении и не все думала блин как я его хочу 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 и муж не склон пошли съедешь наконец и купи его себе и я решила что да нужно обязательно съесть кстати я вам оставлю ссылочки внизу в инфобоксе на украшение которое я вам сегодня покажу числе ссылку на скачивание приложения и промо код со скидкой 10 процентов которые вы можете при заказе онлайн ввести в соответствующую графу или при покупке в магазине назвать этот промо код девушки кассиру да и вам будет дополнительная скидка это безумно безумно приятно давайте уже откроем конечно же коробочка упаковочка это конечно все просто потрясающе вот такая вот классная коробочка у меня ведь уже скорее откроем моим украшения но не знаю там настолько большой ассортимент что я каждый раз когда захожу я каждый раз зависаю в этом магазине но в этот раз вот прямо целенаправленно пошла решила больше ничего не смотреть потому что список моих хотелок он у меня увеличится тогда еще больше я девочки говорю вот о таком коробочка потрясающего то таком красивом колечке я вам сейчас покажу все поближе это колечко еще раз повторюсь я увидела на девушке на 1 примеряла в магазине sunlight мне она безумно понравилась и у меня же есть еще вот такое украшение в лимонном золоте с фианитом на леске который мне очень сильно нравится и я подумала что она будет безумно классно сочетаться с этом с этим колечком давайте я вам покажу уже поближе и так девочки вот такая вот красота я выбрала в лимонном золоте есть еще в белом золоте но вот я именно лимонное золото взяла так так как у меня подвеска моя на леске тоже в лимонном золоте вот такое вот красивейшее украшение сняла лесочку давайте посмотрим пирочку кольцо золото пятьсот восемьдесят пятая проба искусственной вставка фианин вот у меня размер 16 половиной кольцо кстати идет размер в размер вот так вот она потрясающе выглядят камушки все эти вообще безумно переливается особенно освещение в магазине да но еще больше дает такой прямо блики такой лимона есть точно такое же еще колечко только без вместо вот такой дорожки до из камушков там просто идет вот такое лимонное золото но больше похоже на обручальное поэтому я решила выбрать вот такой и на девушки на то я видела именно вот это украшение поэтому но мне безумно безумно понравилось давайте примерим смотрите какая красота девочки мне так нравится вообще безумно просто кажется нереально красиво переливается все эти камушки и она так сделано что вот это все не цепляется очень гладко то есть вот рукой проводишь нигде нет никаких широках шероховатости то есть я думаю что даже не за свитер ни за что не будет цепляться очень удобно она не сильно маленькая не сильно большое заметная я бы так сказать конечно же сам лайте там сейчас скидки и я вот приобрела это кольцо со скидкой за 7 641 вот такое там у меня баллы были в общем скидка какая-то была в общем девушка мне посчитала и в итоге 7 641 а так она сейчас со скидкой по-моему в 70 процентов стоит 8 409 490 но если вы воспользуетесь моим промо кодом то у вас сумма будет тоже 7 600 но безумно красивое кольцо не знаю очень мне нравится вот так вот смотрится издалека это колечко смотрите как получается такое небольшое вот это украшение и кольцо но мне кажется очень классно смотрится мне вообще я еще хочу каким сережки теперь посмотреть тоже в лимонном золоте не знаю посижу посмотрю на в приложении какие там есть но я не стал уже смотреть серьги потому что пока пока я померила это то другое но я как всегда да я хоть и надумаю какое-то одно украшение все равно приду по мере еще 50 украшений и выберу одно уйду вот но сережки надо будет тоже мне какие-то присмотреть мне кажется будет красиво смотреться не с одним камушком а именно такой длинненькая может быть дорожка потому что я вообще последнее время люблю очень такие крупные украшения но вот такие вот тоже имеет место быть и тоже иногда такие украшения красиво вот что-то одевать вот сейчас свитер например если вот с таким горлышком вот такой вот на лесочке украшения и плюс вот это но безумно классно да так что так что девочки вот такая у меня покупка это все виноват по мужу сказал что мне когда заехать мне за этим кольцом поэтому сказал иди съезди сама и не уже померь который какой размер тебе нужен и так далее и приобрести очень красиво мне безумно нравится я не знаю это наверное моя любимка и сейчас будет более весной все-таки хочется какие-то такие нежные украшения нежные ароматы и нежное украшение у меня уже скоро весна поэтому так что не забывайте все ссылочки я оставила внизу инфобоксе на скачивание приложения на данное украшение на это украшение тоже оставлю вам ссылку она тоже есть белом золоте в желтом золоте и по моему еще в розовом золоте вот это колечко знаю точно что есть еще в белом золоте так что обязательно но очень красиво очень красиво нежно смотрится переливается можно так одеть то можно наоборот вот так одеть но мне больше нравится вот такой первый вариант вот такой вариант мне нравится больше вот удобно очень такое прямо красота вот и еще сегодня я вам хочу показать старый дом который построил еще мой прадедушка который у нас сейчас стоит на участке но его он у нас под снос он в аварийном состоянии просили просто его показать построен где-то в шестидесятых годах так что давайте вам покажу сейчас тут такой снежок идет классный вообще крупный такой просили показать мне старый дом который построил еще мой прадед вот так вот выглядит его фасад и я внутрь не пойду здесь отключено уже электричество он в аварийном состоянии крыша еще стоит но уже там все все уже так сказать под снос вот это вот резные вот эти вот штуки это выпиливал мой дедушка вот вот такая вот красота крыльцом видите тоже вот так вот все звездочка вот это все вырезано это все делал мой ну дед вместе с прадедом но так вот это выглядит тут муж меня по всякий инструмент еще использует вот вот такой вот дом дом красивый здесь вот получается комната вот это выходит сюда там нет балконной двери там просто окно здесь одна комната и здесь вот одна большая комната там вход веранду и вот эта задняя часть дома здесь тоже одна комната сюда там веранда здесь одна комната и такая проходная была комната там спичка видите все цельность от страны показываю все в таком состоянии внутри здесь была кухня у деда моего кухня и ванна и вот видите здесь вот как раз вход центральный там кочегарка и здесь стояла ванная здесь стоял такой старый-старый бойлер вот видите газовая труба плита здесь было то здесь была такая кухонь к и вот как раз вот эти вот сюда крепились вот эти баллоны я извиняюсь у нас тут кто-то что-то пилит ремонтирует то есть видите уже все там пол боюсь подходить пол полностью провалился и здесь почему у нас дом этот в таком состоянии есть вот поселке в нашем дома которые в нормальном состоянии и вот у нас уже вот эта часть тоже это не со стороны веранды а с другой стороны да видите все и соответственно утеплением было да увидите какое то есть что это гарь или как это называется вот эта штука вот так вот раньше утепляли дома таким вот образом но он полностью у нас развалился полностью под снос идет и вот здесь вот девочки вот такая вот веранда на втором этаже получается и на первом этаже вот так вот все выглядит вот а реставрировать я тут на фоне домика вот но красивый домик у нас был действительно вот и реставрировать его невозможно точнее возможно но вы же прекрасно понимаете что это то есть это по стоимости будет очень очень дорого почему невозможно потому что у нас полностью он прогнил он из бруса до брус бревно как это называется вот и как раз вот кухню которую я вам показывала там был а у моего прадеда водопровод но просто так отключать ничего нельзя было зимой лопнула труба моего прадеда и вода лилась прямо под дом и он хотел отключить воду полностью в дом но ему не разрешили сделать это соседи потому что у нас здесь недалеко стояла колонка где все набирали воду если бы он отключил то отключилась бы эта колонка поэтому всю зиму лилась туда вода соответственно весной до было не очень и фундамент не очень высокий здесь до постройки дамбы были постоянные наводнения вот и поэтому все конечно фундаменты все размывалось тесно поехал весь дом то здесь реально просто нужно но сносить и заново строить вот поэтому да проще сделать именно так снежок вообще классный да на улице у нас минус 5 вот так что показала рассказала немножко про дом но вот внутри там ну там очень темно даже летом и нет электричество там сейчас вот она полностью отключена потому что износ дома где-то составляет что-то там больше 60 процентов так что дом считается аварийным а я сейчас еще буду готовить блинчики меня вы просили показать рецепт мой как я готовлю на самом деле я делаю все на глаз молоко у меня вот такое лентовская два с половиной процента добавляю одно или два яйца во все зависит от того сколько я беру молока сколько блинчиков планирую на печь но сейчас у меня будет немного поэтому я взяла одно ли яйцо и у меня вот такое мука пшеничная она мне не очень понравилась но на блинчики подойдет она такого грубого помола и не белая да такая также добавляю сахара сахара я добавляю немного где-то примерно две чайные ложки иногда поменьше но как-то на глаз я все делаю вот и добавляю где-то примерно щепотку соли сюда все хорошенечко перемешиваю венчиком и потом буду еще добавлять сюда одно яйцо добавила яйцо все тоже снова хорошенечко перемешиваю чтобы яйцо полностью перемешалась и потом постепенно добавляем муку до нужной консистенции но вот эта мука она такая то есть если ее добавить немного то получится ну как бы я даже не знаю как объяснить эту муку но в общем она мне не очень понравилась плюс на придает такой коричневый оттенок в общем не знаю может быть для каких-то особых блюд она будет и хорошо может быть для выпечки хлеба будет хороша эта мука но вот как-то для обычной такой выпечки обычные сдобы она не очень подходит но вот я ее использую на блинчики ведь она такая не белая то есть такая коричневатая поэтому в блинчиках в общем нормально подойдет в общем тоже муку добавляю на глаз вначале вот немного хорошенечко перемешиваю вот она видите грубый помол крестьянская но полезная мука да наверное но как то вот она плохо держит форму что ли не знаю как объяснить даже вот я хорошенечко перемешала если у меня получается слишком густое тесто такое тоже бывает то я добавляю немножечко водички сюда комнатной температуры а так еще добавляю масло тоже на глаз растительное масло и хорошенько перемешиваю так они как бы меньше пригорают я кстати блины не смазываю потом сливочным маслом то есть просто обжариваю и все без смазывания сливочным маслом они так достаточно такие масляные наверное потому что я масло еще добавляю в тесто и тоже снова хорошенечко перемешиваю и будем начинать жарить их с двух сторон обычно на где-то среднем огне обжариваю на сковородке вот так вот обжариваю немножечко я все равно смазываю сковородку тоже маслом вот такие блинчики получаются они такие видите немножко коричневая и получаются такие не тоненькие вот с этой мукой то есть обычно у меня еще тоньше видите она грубого помола немножко такие вкрапления есть в этой муке то есть она мне кажется эта мука очень хорошо подойдет может быть для хлеба какого-то или чего-то подобного но не для обычных целей скажем так вот я из нее пеку блинчики поэтому нормально получается вот такое количество блинчиков у меня получилось подавать я их буду со сметаной сметану у меня дети добавляют немножко сахара я тоже так делаем уж обычно просто ест кстати муж у меня ее любит сыром то есть он в блинчик заворачивает сыр и так кушает сметану меня муж не очень любит вот так что вот такие вот блинчики у меня получаются но это такой вкусные снова ноте я буду с вами на сегодня прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео нам было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно не забывайте все ссылки оставила вам внизу в инфобоксе обязательно переходите смотрите всех люблю и целую и до новых встреч